Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о себе. Добрый день. Меня зовут Григорий Матвичун. Я председатель региональной общественной организации ХМАО ЮГРЫ Центр комплексного благоустройства «Комфортная среда». Наша организация уже два года и задача направлена на улучшение комфорта и качество жизни жителей всего региона. Как пришла идея реализовать проект «Комфортная среда»? Проект ямочного ремонта еще в 2011 году Девятловский Сергей Юрьевич, когда был главным инженером Восточного ДЭЗа. Я часто приходил к нему в гости и консультировался по вопросам ЖКХ. Как устроено это все. Мне было интересно, почему такое отношение к коммунальной системе, почему все думают, что они ничего не делают или ничего не хотят делать. И в том числе интересовал вопрос, почему не ремонтируют у нас дороги во дворах. Для него это был очень больной вопрос, потому что это видно сразу. То, что наружу, которое не спрячешь. Если, допустим, в подвале коммуникации где-то подтекают или ржавые трубы, их не видно. А то, что ты выходишь во двор, и там сразу яма, оно сразу бросается тебе в глаза. И вот он постоянно думал, как этот вопрос можно решить. В строке на содержание это нет. То есть проводить голосование на доме и говорить, давайте включим строку содержания, ямочный ремонт двора, может вызвать агрессию у жителей. То есть они скажут, да нам зачем такая управляющая компания, которая так хочет нас еще больше получать и ничего не делает. Всех же складывается впечатление, что управляющая компания ничего не делает, только получает деньги. На самом деле, если разобраться, то есть мне этот вопрос, в этом вопросе помогло разобраться, когда я был руководителем муниципального РКЦ, когда мы производили начисление за коммунальные услуги. И все вот эти строки содержания, то есть что за что по пунктам мы платим, то есть весь расклад этот, все это видно. И тогда меняется отношение и взгляды, и появляется понимание, почему у нас все так устроено. И действительно, то есть управляющая компания это делать не может, потому что очень мало средств управляющей компании на текущие ремонты, особенно ямочные ремонты, потому что там большие неплатежи за коммуналку. Причем при всем, допустим, энергоснабжающие организации ресурсные, ГТС, ГУР, Водоканал, Электросети, они выставляют счета в управляющие компании, кто-то жильцов не платит, а им пени, штрафы на управляющую компанию. То есть им приходится рассчитываться по долгам за то же тепло, и остается урезанный бюджет на то, чтобы сделать что-то во дворе, отремонтировать. Плюс надо не забывать, что зарплаты надо сотрудникам платить, инвентарь покупать. То есть большие статьи расходов на самом деле. И остается по остаточному принципу на то, чтобы сделать тот же, допустим, ямочный ремонт. Они берут щебенку или асфальтную крошку, подсыпают, то есть стараются это все поддерживать, но это не выход из положения и не панацея от существующей проблемы. Потому что каждая ямка, если ее сразу не заделать, она разрастается, как плесень, все больше и больше. Это вот как дырка на зубе. То есть если ее сразу не полечить, мы можем потерять весь зуб. Что происходит со дворами? То есть если его не ремонтировать и не поддерживать вот такие локальные ремонты, мы получаем через несколько лет двор, нуждающийся в капитальном ремонте. Потому что эти ямы разрастаются, и двор становится в непригодном вообще состоянии. Потом меня это заинтересовало, почему у нас не могут власти это все делать. Есть же у нас программа «Комфортная городская среда», в которой участвуют все, где делается капитальный ремонт дворов. То есть вообще полностью весь двор разбирается, и делается новый двор, включая детские площадки, где устанавливаются мафы. И все-все. То есть просто новый идеальный двор. Это очень дорогостоящая процедура, потому что полная переделка всего, начиная от основания и заканчивая всеми дорожными знаками, разметками, бордюрами, все-все-все. Мне как бы объяснили, что программа «Комфортная городская среда» рассчитана только на капитальный ремонт. Текущий ремонт там не предусмотрен. И в связи с тем, что у нас в 2004 году был принят жилищный кодекс, где каждый собственник сам обязан содержать и отвечать за свое имущество. Соответственно, все наши дворовые пространства лежат на наших плечах, как на собственникам. И в рамках долевого участия наших квадратных метров, вот эта вся наша собственность распределяется по таким долям. То есть, соответственно, бюджет не имеет права, просто не имеет права производить такие работы. Это будет нецелевое использование средств, и тут же могут против администрации, прокуратуры возбудить уголовное дело за нецелевое использование средств. Опять же, есть вопрос, что делать в такой ситуации? Как из нее выйти? То есть, не бывает вопросов или проблем, которые невозможно решить. Все зависит от подхода. И собрав всю информацию, почему не могут это сделать власти, почему это не могут сделать управляющие компании, пришла такая идея. То есть, нужна некая третья сторона, то есть, какая-то общественная организация, некоммерческая организация, или коммерческая организация, если у нее... Ну, коммерческая организация, у них, в первую очередь, стоит цель извлечения прибыли. То есть, да. А некоммерческая организация, она существует для того, чтобы делать благо, для того, чтобы улучшать наш комфорт. То есть, ну, все зависит от того, с какой целью была создана некоммерческая организация. Отсюда и название, да? Отсюда и название, да. Комфортная среда. То есть, потому что один мой друг, который работал в сфере ЖКХ, рассказал мне, почему не могут делать это они со своей стороны. Другой мой друг, которого сейчас с нами тоже нет, Палукеев Сергей Михайлович, просветил меня, почему не могут делать это власти. А общественная организация это делать может. То есть, мы можем привлекать внебюджетные средства, пожертвования граждан, которым интересно там, да, поучаствовать в каких-то хороших, грандиозных проектах. Пожертвования, бизнес-сообществ, которые тоже там хотят сделать какое-то благо, да, сделать благотворительность. Собираем средства, сделаем программу и комплексно заходим и производим ремонты. Почему у нас такой комплексный подход? Потому что при комплексном подходе удешевляется стоимость работы. Если делать один двор, просто один двор локально, да, это, получается, надо заказать травм, привезти катки, привезти асфальтоукладчики, привезти технику. То есть, слишком большие накладные расходы, и, соответственно, стоимость одного квадратного метра ямы возрастает. Мы же все прекрасно знаем, понимаем, что окружающий мир очень сильно на нас влияет. Если вокруг нас цветут цветы, да, ровный асфальт, то есть, наше настроение от этого лучше, работоспособность повышается, и мы становимся добрее, чем когда мы выходим в разрушенный наш двор, в который даже вот не хочется вообще выходить, и думаем, ну, почему вот все так плохо, да. Наш окружающий мир очень сильно на нас влияет. Была в 2019 году создана региональная общественная организация «Центр комплексного благоустройства «Комфортная среда», где в уставе мы прописали все наши цели и задачи, как мы будем это все решать. С этим вы можете ознакомиться на нашем сайте. Вот все выложенные уставы и все документы уставные. На протяжении 10 лет мы думали вот над этой идеей, как ее реализовать, и поняли, что ее можно сделать комплексно, то есть, привлечь все бизнес-сообщества. То есть, с нами были написаны письма во все наши градообразующие предприятия, в «Газпром», «Сарвутнефтегаз», в «Россети», также в крупные бизнес-предприятия, крупному бизнесу, ну, и более мелкому, среднему бизнесу тоже направляем письма, обращаемся просьбой поучаствовать в этом, проявить, так сказать, великодушие и пожертвовать на данный проект средства, которые им посильны. Я так понял, они попросили предоставить хоть какой-то результат, да? Да, потому что, многие же, ну, у нас много разных общественных организаций, там много всяких фондов, которые обращаются за помощью, вот, но хотят видеть, как это все на деле. То есть, потому что на бумаге это одно, на рассказах это другое, а на деле может либо не получиться, либо еще что-то. И мы просто решили, используя свои накопления, показать на живом примере, на примере 25-го микрорайона, как это все может выглядеть. То есть, нам удалось за 4 дня сделать почти 1500 квадратных метров ямочного ремонта во всем 25-м микрорайоне. Это сколько? Примерно 20 дворов? Это, да, более 20 дворов. Более 20 дворов. Короткие сроки? Ну, это же ямочный ремонт, не капитальный. То есть, это при капитальном ремонте сроки затягиваются, потому что надо демонтировать весь, ну, все пространство, которое там есть, убрать бордюры. Машины. Машины, да, все это вывезти, да. А здесь локально в многих дворах автомобили даже были не помехами, потому что ямы, они посредине двора, где проезд. То есть, мы их заделали, все видео, фото, отчеты есть, там вы увидите это все наглядно, и двор совершенно стал другим. То есть, по нему стало комфортно ездить, комфортно перемещаться. Ну, вот у вас во дворе, я видел, у вас какой-то некий великий двойной сургутский каньон был. Ну, это в соседнем дворе, да. В моем соседнем дворе, там был, да, такой прям десятилетиями я два раза пытался решить этот вопрос с жителями, мы проводили собрание, мы хотели как-то активизировать жителей и сказать, что мы готовы там участвовать в этом и всеми своими силами, знаниями, рублем и организацией всех моментов. Ну, как-то не вызвали у них прям большого желания в этом поучаствовать. А почему администрация не помогает и не делает это? Администрация не имеет права это делать, потому что это зона ответственности жителей. Дворовая территория, по жилищному кодексу, я еще раз повторюсь, за дворовую территорию отвечают собственники жилья. То есть, соответственно, если в доме есть собственность администрации, некоторые квартиры, то есть у нас многие квартиры, еще есть муниципальные, то есть за муниципальные квартиры будет администрация участвовать в этом проекте. Да, допустим, если сделать так, что, допустим, жители за свой счет будут что-то делать. А так они не имеют права этим делать и там сразу возбудет уголовное дело на них. Частная собственность, да, получается? Да, потому что это частная собственность, они не имеют права это ремонтировать за бюджетные деньги частную собственность. А почему управляющая компания этим не занимается? Управляющая компания не берет за это деньги. У нас нет в строке на содержание текущего ямочного ремонта. То есть в строке на содержание у нас предусмотрена механизированная уборка снега в зимний период, ну, механизированная и ручная. И также уборка при домовой территории ручным способом в летний период. То есть это подметание улиц, это стрижка газонов, то есть вот все, что в строках прописано на содержание, управляющая компания это делает. К сожалению, ямочный ремонт в строке на содержание не учтен. Получается, чтобы отремонтировать дороги у себя во дворе, жильцам необходимо созвать внеочередное внеплановое собрание собственников и принять решение, какую сумму собрать, какую сумму выделить и кого назначить подрядчикам. И только тогда будут отремонтированные дороги. Правильно? Да, то есть если жильцы захотят проявить инициативу и сделать текущий ямочный ремонт за свой счет, они могут провести собрание двумя третями голосов, принять такое решение, оценить стоимость работ и поручить управляющей компании или самим найти подрядчика и сделать эти работы. Но, опять же, повторюсь, когда это делается локально в размере одного двора, это очень дорогостоящая процедура. Дорогостоящая на то, чтобы доставить специализированную технику и потом увезти эту специализированную технику. И плюс, самый главный момент, это, насколько мне известно, две трети голосов очень трудно собрать. Очень трудно. Тем более в летний период многие разъезжаются. Зимой, как правило, мы знаем, что ям этих не видно. То есть зимой у нас комфортно. Снег лег, трактора прочистили, дороги стали ровными. То есть яму мы видим уже, когда весной растаял снег, все эти ямы вылазят наружу. Ну, в этот период у нас все думают об отпусках, кто где будет отдыхать. Поэтому мы как бы не до наших дворовых пространств. Получается, был найден четвертый путь. Это создание некоммерческой организации, которая готова привлекать средства из разных источников и ремонтировать дворы при поддержке других организаций, в том числе жителей. Да, то есть в данной ситуации мы нашли единственный способ, который реально работает на примере 25-го микрорайона и который позволяет в кратчайшие сроки сделать масштабные ремонты. Вот этот первый этап с 25-м микрорайоном, он финансировался из каких источников? На первоначальном этапе, пока мы ждем ответы от всех наших городообразующих предприятий и бизнеса, к кому мы сделали обращение и с кем мы переговорили, мы решили не ждать, потому что лето у нас быстротечное и на собственные средства мы стартанули с 25-го микрорайона. К нам в процессе уже присоединился действующий наш депутат Барсов Евгений Вячеславович, который частично профинансировал эти работы, увидел в этом полезное и решил тоже принять в нем участие. Соответственно, нам удалось за 4 дня привести в порядок целый микрорайон. Мы готовы транслировать это на весь город, регион и страну в целом. То есть у нас уже отработаны методики, мы знаем, как это все делается. В принципе, готовы поделиться со всеми нашим опытом. На следующей неделе у нас в планах переходить на соседний 24-й микрорайон. И таким образом за полтора-два месяца мы можем сделать весь город. Это такой первый уникальный опыт, который мы отработали. На живом примере видно, что он работает. То есть мы готовы транслировать на все уголки нашей страны. Мы готовы делиться этим опытом. Мы готовы рассказывать своим коллегам, как тем, кто сталкивается с этой проблемой, можно эту проблему решить. Получается, у вас есть первый результат. Практически за 4 дня освоили 20 дворов, целый микрорайон, очень большая площадь. И я так понял, с этим результатом уже можно идти спокойно к любому спонсору, показывать не просто на бумаге, но и практически результат на видео. И фактически это вплоть до выездной проверки, осмотра. То есть есть конкретный результат. Да, конечно. Старт проекта у нас был 11 августа. И за 4 дня мы сделали то, что не могли сделать многие десятилетия. Мы готовы поделиться опытом, показать всем, как это работает. Приглашаем всех представителей градообразующих предприятий, представителей администрации города, представителей бизнеса. Простые жители могут поучаствовать в этом проекте? Конечно, конечно. Почему бы нет? В этом проекте могут участвовать все желающие. Это проект, который касается нас всех. Несмотря на то, что, допустим, у меня во дворе идеальное покрытие. Но соседние дворы, через которые я езжу, там плохое покрытие. Я же тоже проезжаю через соседние дворы, не дискомфортно проезжать через яму. Почему бы не поучаствовать в этом процессе? То есть, это вопрос комфорта касается всех. Мы в любом случае, так или иначе, ездим по соседним чужим дворам, где, если дорога ровная, мы получаем от этого удовольствие, а где есть ямы такие, что даже от того, что колесо проваливается, мы переживаем, чтобы не повредить свой автомобиль. То есть, это вызывает определенный дискомфорт, который можно устранить, и наша жизнь станет комфортнее. Где можно узнать более подробную информацию? В частности, ознакомиться с проектом, почитать информацию, кто участвует, что это такое вообще, ознакомиться с уставом организации? У нас есть сайт, на который вы можете зайти, и там будет вся информация, и устав организации, все свидетельства о регистрации, подробный фото-видео-отчет, весь финансовый отчет, то есть, сколько каждая ямка нам обошлась, какая площадь была уже сделана, что планируется, то есть, сколько средств собрано, сколько средств потрачено. У вас есть интерактивная карта? Интерактивная карта, она сейчас готовится, сейчас в разработке, да, есть интерактивная карта, где будет отмечена, то есть, каждый желающий может не просто поучаствовать, мы готовы это все осветить. Допустим, кто-то захочет, допустим, чтобы яма, которая была заделана, была сделана от его имени. Мы пометим, что, допустим, данная яма устранена за счет такого-то человека или за счет такой-то организации, где будет ссылка на его соцсети или ссылка на их сайт. Каждый отремонтированный участок будет принадлежать тому или иному спонсору, меценату, то есть, где все будут видеть, за чей счет сделан тот или иной проблемный участок. Мы запустили свой YouTube-канал, где будут выложены все фото-видео-отчеты, где все могут увидеть, что мы делаем, что мы сделали. То есть, ежедневно будем освещать это. И на сайте у нас будет вся подробная информация о проделанной работе. Сайт ks86.ru Или в поиске веке комфортная среда. В поиске комфортная среда 86.ru Я не против? Звоните. Я готов делиться своими идеями. Если у кого-то есть возможность их реализовать, для меня главное не то, чтобы ходить и хвастаться вот это моя идея. Для меня главное, чтобы эта идея жила. А кто ее реализует? Кто себе за это награду получит? Мне все равно. Я буду знать, что это моя идея и что она реализована. Для меня это большее удовольствие и больше почесть того, что идея приобрела жизнь. И принесла пользу людям. Принесла пользу людям. Первым нашим проектом, когда мы организовались и уже получили свидетельство, как некоммерческая организация, то есть нас Минюст поставил на учет, первым нашим проектом был это энергосервисный контракт. Мы нашли инвесторов эстониста, которые готовы переоборудовать весь округ, в рамках всего округа, готовы зайти, переоборудовать все муниципальные здания, сооружения, все имущество, то есть уличное освещение, детские сады, школы, спортивные сооружения, административные здания под энергоэффективные, под соответствующие стандарты энергоэффективности. То есть это замена всех светильников и модернизация системы отопления, что очень немаловажно. Светильники внутри или снаружи? И внутри, и снаружи, то есть вообще полный комплекс. То есть у нас и организация, так названо, комплексный подход, центр комплексного благоустройства. То есть мы во всем видим масштаб комплексности. Комфортная среда, центр комплексного благоустройства, комфортная среда. То есть комфорт, он должен быть в целом в комплексе, а не в какой-то части. То есть если мы там вышли у нас посаженные цветы, но спотыкаемся об ямы, то есть это вроде бы какой-то с одной стороны комфорт и с другой стороны дискомфорт. То есть комфорт должен быть комплексный. Красивый каньон с цветами. Да, красивый каньон с цветами, которые растут прямо внутри этого каньона. Получается, комфортная среда на данный момент реализовала энергосберегающий проект, плюс ремонт дорог. Какие еще проекты вы планируете реализовать? У нас множество проектов, мы готовы перекладывать свои усилия для того, чтобы помогать властям, муниципалитету. В этом и была задумка. Общественные организации – это те, кто неравнодушные, которые готовы своим участием помогать общему благу. В том числе и помощь переселения из ветхого аварийного жилья, это тоже у нас прописано в уставе. Если вас интересно, вы можете ознакомиться с нашим уставом, у нас там очень много прописано целей, задач. В том числе у нас тоже ряд вопросов, связанных с экологией. Потому что это тоже немаловажно, чтобы у нас была качественная питьевая вода, был свежий воздух, чтобы он был не загрязненный. И окружающая наша среда соответствовала всем требованиям безопасности нашего существования. Поэтому у нас обширный перечень наших целей и задач, которые мы готовы реализовать. Помимо этого, мы готовы заниматься и разъяснительной работой. То есть для того, чтобы наладить отношения жильцов с управляющими компаниями, с властями. То есть разъяснять, почему, что, как. У нас, мы давно стали собственниками, но 99% не знают, что есть жилищный кодекс, который регламентирует отношения между собственниками помещений и управляющими компаниями, и ресурсоснабжающими компаниями, и властями. То есть все почему-то думают, что им там все должны. Но на самом деле мы, как собственники, обязаны содержать свое имущество в надлежащем состоянии. Ну, дело в том, что многие даже не знают, что придомовая территория в виде дорог на самом деле не относится ни к администрации, а уже давно включена в жилфонд текущего дома. Более того, я скажу, многие собственники считают, что их собственность ограничивается только ихними квадратными метрами, их квартиры. Подъезды, чердаки, подвалы – это тоже все наша общая давлевая собственность. К счастью, у нас включена в строку содержание, то есть содержание подвалов, содержание коммуникаций, содержание крыш. То есть мы за это платим, и управляющая компания это содержит, за этим следит. Что было упущено в свое время – ямочный ремонт во дворах. Эта строка просто выпала из всех бюджетов, и, соответственно, мы получили ту картину печальную, которую сейчас имеем. – Получается, у нас внутридворовые дороги, то ли вне закона, то ли в кавычках в законе, получается, они отовсюду выпали и лежат только на плечах жильцов. У нас надо четко понимать границы. Есть границы придомовой территории, есть границы внутриквартальных проездов. Внутриквартальные проезды, которые у нас есть дороги общего пользования, есть внутриквартальные проезды. То, за что отвечает муниципалитет и то, что содержит муниципалитет. То, что есть в строке на содержание в бюджете. И все эти работы выполняются за бюджетные средства. Все, что касается нашей придомовой территории, общей долевой собственности, это все ложится на наши плечи. И мы можем либо сами это делать, либо доверить эту работу управляющей компанией. Попросить их включить в строку на содержание текущий ямочный ремонт двора. Просчитать, какую сумму можно ежемесячно отчислять. И, пожалуйста, мы эту проблему решим. Управляющая компания будет собирать на сайте средства и выполнять эти работы. Если с управляющей компанией, понятно, что там через решение собственников все делается. Либо самими собственниками, либо они уполномачивают управляющую компанию. А вот что делать с муниципальной землей? Мы вот видели, проезжали мимо одного из магазинов. И там однозначно видно, что это муниципальный участок. И он, не знаю, уже лет 5 или 10 абсолютно не ремонтируется. И я вот не понимаю, почему муниципалитет, несмотря на то, что рядом два детских сада, школа рядом. Рядом же та же офис управляющей компанией ЖУ-2. И этот перекресток, в принципе, очень важный, внутриквартиральный. Но его никто не ремонтирует. И там очень большие, скажем так, ямы, которые никто не занимается. В течение долгого срока. Как тут быть? Тут все зависит от нашей активности. То есть мы, как жильцы, как жители домов, как жители этого города, должны просто принимать в нем активное участие. Если мы где-то видим, что где-то что-то не заметили, то есть оставили что-то без внимания, мы должны соответствующим образом отреагировать, написать письмо в муниципалитет, в департамент городского хозяйства с просьбой обратить внимание на этот проезд, что он выпал из внимания, он ненадлежащим образом содержится. И власть отреагирует обязанно на это. Выполнить эти работы, то есть вести в соответствие свои проезды. Ну, мы со своей стороны, ну я вот как журналист сделал все возможное для этого. Мы засняли с разных сторон, даже с квадрокоптера эту яму. Я знаю, что жильцы близ лежащих домов многократно сообщали об этой яме, но реакции со стороны администрации до сих пор не последовало. «Надеюсь, после нашего совместного видео все-таки обратят внимание и устранят данную проблему». Я тоже надеюсь. Но написать жалобу и считать, что проблема решена, это не стоит. То есть мы написали обращение, это все надо проконтролировать. То есть что ответила администрация? Заметили ли это? Включили ли они это в план? То есть процесс надо, если мы взялись за что-то, надо его ввести от начала до конца. Выявили проблему, написали соответствующее обращение и проконтролировали, как это выполняется. Может быть это где-то выпало, то есть или это отложено. Нам же дадут ответ, что да, мы заметили это, да, мы не досмотрели. Мы это исправим, у нас это стоит в планах на такой-то год или на такой-то месяц устранить это. И потом, если это устранено, замечательно. Если не устранено, мы можем повторно обратиться и спросить, почему это не устранено, в чем причина. То есть вот и все. Просто брать все это под контроль и отслеживать весь процесс от начала, от выявления проблемы до ее устранения. И тогда проблема будет решена. Просим всех неравнодушных принять участие в реализации наших проектах. Мы с удовольствием готовы выслушать новые идеи. Может быть у кого-то есть свои проекты, которые не хотели бы как-то реализовать, но не могут найти способы. То есть совместно мы можем выработать какую-то методику решения каких-то вопросов, задач, проблем. То есть мы открыты для всех, обращайтесь, мы готовы общаться, делиться своими идеями, получать новый опыт, получать новые идеи и реализовывать их. Мы и дальше будем делать все возможное для того, чтобы жизнь вокруг нас стала комфортнее, чтобы создать для нас, для наших детей достойную комфортную среду.